Для тех, кто к нам присоединяется извне, я напомню, что мы занимаемся образованием в области здравоохранения, поэтому данное видео предназначено исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Мы будем обсуждать лекарственные препараты, которые отпускаются по рецепту, и в связи с этим, продолжая смотреть данное видео или тем более использовать результаты данного видео в своей жизни, нужно обязательно под контролем лечащего врача. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Итак, коллеги, самый главный тезис сегодняшнего вечера то, что лекарственные препараты – это огромное достижение человечества. Без лекарственных препаратов, ну даже вот я не представляю своей жизни ни как врач, ни тем более как их потребитель. И благодаря лекарственным препаратам, благодаря вообще всем манипуляциям врача с пациентом, мы однозначно повышаем нашим пациентам качество жизни, увеличиваем продолжительность их жизни. На сегодняшний день, зайдя в любую аптеку за достаточно небольшие суммы, можно купить почти любой лекарственный препарат для самых разнообразных ситуаций. Вот, но когда-то, когда-то ни одного лекарственного препарата не было, и врачи лечили какими-то вот народными средствами, заговор, молитва. Кто-то растирал порошок коры ивы, кто-то растирал другие вещи, но на сегодняшний день все красиво упаковано в блистеры, в баночки, имеет приятный цвет, вкус. Поэтому мы живем, конечно, в уникальных условиях. Буквально несколько исторических ситуаций. В 1897 году компания Bayer и в частности два ее сотрудника, это Артур Эйхен, Грюн и Феликс Хоффман, впервые синтезировали стабильную ацетилсалициловую кислоту. И буквально через несколько лет, в 1899 году, отсилсалициловая кислота под брендом Аспирин появляется на полках аптек. Вот она так выглядела в таком стеклянном пузырьке. Соответственно, нужно было насыпать ложечку и принимать. Это было одно из первых сохранившихся до сегодняшнего дня жаропонижающих средств. Снижало боль, лихорадку и воспаление. В 1904 году компания Bayer перевела лекарственную форму уже в таблетки. И по-прежнему использовались как для снижения боли, лихорадки и воспаления. А на сегодняшний день, в 2020 году, согласно анатомо-терапевтическо-химической классификации, мы имеем просто изобилие разных нестероидных противовоспалительных препаратов. И, конечно, во многом благодаря появлению в свое время ацетилсалициловой кислоты. Кроме этого, в 1958 году американский лор-врач Лоуренс Крейвен давал своим пациентам жевательную резинку, содержащую ацетилсалициловую кислоту. И заметил, что люди, которые ее избыточно жевали, злоупотребляли после тонзилоктомии, оказалось, что повышалась частота кровотечений из послеоперационных ран. Он это подметил, и это положило другую эру использования ацетилсалициловой кислоты, как препарата антиагрегантного, так скажем, ряда. И на сегодняшний день мы тоже имеем изобилие разных антиагрегантов, которые можно использовать. И вопрос вот такой, что у нас, конечно, каково же нам будет жить без нестероидных противовоспалительных средств относительно вот именно того, что лекарственный препарат – это достижение человечества, но я не представляю этого. Даже элементарная головная боль, различные менструальные боли и так далее, ну, неизбежно использование НПВ в современных условиях. Еще одна история. Александр Флеминг, бактериолог шотландский, в 1028 году открывает пенициллин. И Говард Флори и Эрнс Борис Чейн в 1939 году, это сотрудники Оксфордского университета, выделяют чистый пенициллин, потому что у Александра Флеминга не получалось создать в больших количествах данное вещество заслуга создания выделения чистой субстанции в большом виде двух представленных здесь ученых. В дальнейшем они уезжают в Соединенные Штаты Америки и под беспрецедентным, так скажем, американское правительство, плюс четыре монстра фармацевтического рынка Америки, Мерк, Файзер, Сквип и Лидерль создают лаборатории, заводы по производству пенициллина. И с 1941 по 1945 год, вы видите, создается пенициллин военный для военных нужд. И с 1945 года он поступает уже в гражданское производство и можно покупать его в аптеках. В 1945 году начинается производство пенициллина в СССР. И по вот таким предварительным подсчетам, вот этот пенициллин, выделенный из двух видов плесени, это пенициллиум нотатум и крустозум. Подарило человечеству плюс 33 года дополнительной жизни. Просто феноменальная цифра. Еще одна проблема – это гипертоническая болезнь. Посмотрите, смертность от гипертонической болезни с 1913 по 1950 год. О чем идет речь? Вот наблюдают 244 человека от 5 до 10 лет. Соответственно, умерло 81% за это время. Пожалуйста, наблюдают, допустим, в 1946 году 1000 человек, наблюдение от 4 до 11 лет. И 28% людей умирает. Почему? Да потому, что не было антигипертензивных препаратов, которыми мы сегодня используем. Где-то в 1958 году окончательно была сформирована вот эта схема ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. И также начинается покорение данной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, насыщение ее лекарственными препаратами. Опять в Соединенные Штаты Америки. Видите, да, Pfizer в 1959 году создает спиронолоктон. В 1971 году Bristol-Myers Squibb создает тепротит. Это был инъекционный препарат полипептидной структуры. Затем они в 1972 году выводят Каптоприл. Procter & Gamble имела дочернее предприятие Norwich Pharmaceuticals. И в 1971 году создают первый блокад рецепторов ангиотензина-2-сорелозин. Но первый коммерческий сортан выйдет, по-моему, где-то в 1994-1995 году. Ну и компания Ebbot в 1988 году создает первый прямой ингибитор ренина-энолкирен. Ну и в 2020 году мы живем в уникальных условиях. Мы имеем 5 препаратов первой линии для лечения гипертонической болезни. Вот вы видите ингибитор АПФ, блокад рецепторов ангиотензина-2-диуретики, блокадеры кальциевых каналов и бета-блокаторы. И дополнительно в 2020 году мы также можем использовать и другие лекарственные препараты для снижения давления. Это прямой ингибитор ренина, агонисты медзолиновых рецепторов, антагонисты рецепторов ангиотензина-2 и неприлезина, препараты центрального действия и альфа-адреноблокаторы. К чему это привело? Довелось слушать лекцию профессора Альберта Занчетти, автора многих работ по гипертонической болезни. К сожалению, он несколько лет назад умер. Это было в Санкт-Петербурге в 2017 году. Так вот, по его данным, минус 40% самых разнообразных осложнений при лечении гипертонической болезни за 5 лет. Поэтому, конечно, лекарственные препараты дали человечеству много как лет жизни, так и улучшили качество жизни. Теперь вопрос в том, кто же создает лекарственные препараты. Однозначно, это фармацевтические компании в честном содружестве с ведущими мировыми университетами, институтами, академии, которые занимаются клинической фармакологией, фармакологией. И нужен обязательно симбиоз бизнеса и исследований, потому что создание лекарственных препаратов не обходится без знаний патогенеза заболеваний, без появления каких-то новых данных о рецепторах, о ферментах. Ну и, конечно, для создания новых лекарственных препаратов нужны производственные мощности, нужны деньги и так далее. Идем дальше. Напомню, что не так все радужно было в создании лекарственных препаратов. И прекрасно вы помните о талидамидовой трагедии, которая разыгралась с 1956 по 1962 годы. Компания Хеми Грюненталь немецкая вывела на рынок талидамид. Талидамид использовался как седативное снотворное средство. И принимали многие пациенты, в том числе и беременные. Препарат обладал выраженной тератогенностью. И около 12 тысяч детей родились с врожденными уродствами. В частности, если ввести слово талидамид в интернете, в гугл и посмотреть там слово «картинки», ну ужасающие фотографии. Здесь буквально вот самые, такие вот, может быть, нельзя их называть безобидными. Но вот посмотрите на этих вот детей. Суть талидамиды была в том, что он искажал конечности у детей и укорачивал конечности верхние и нижние. Ну и так далее. Ну и в частности, вот известный немецкий оперный певец Томас Квастхоф. Вот посмотрите, вот его рука. Но так или иначе, даже несмотря на это, он прекрасно смог адаптироваться к современной жизни. Имел рост 134 сантиметра, но прекрасно выступал. Ну и также вот благодаря вот Фрэнсис Кэлси, которая работала в Food Drug Administration. Это одно из подразделений Минздрава Соединенных Штатов Америки. Она яро сопротивлялась регистрации талидамидов в Соединенных Штатах Америки. И так и не зарегистрировали данный препарат в США. Благодаря этому, вот видите, даже Джон Кеннеди наградил ее премией за выдающуюся гражданскую службу. Потому что талидамидовая трагедия Соединенных Штатов Америки не затронула. Но с 1962 года изменилось вообще мировое законодательство в плане исследований лекарственных препаратов. И тихонько мир перешел вот к этой четырехфазовой системе исследований лекарственных препаратов. До 1962 года фармкомпании создавали лекарственные препараты, проводили небольшие испытания на лабораторных животных и небольшие испытания на людях. И спокойно выводили лекарственные препараты. То есть самое главное, чтобы эти лекарственные препараты были безопасные и в какой-то мере эффективны. С 1962 года система изменилась и давайте посмотрим, что произошло. Итак, для того, чтобы создать лекарственные препараты, вот видите, жирным выделен снова оригинальный лекарственный препарат. Тут ситуация следующая, что, во-первых, идет поиск молекулы на основании патогенеза какого-то заболевания. И почему слово оригинальный препарат выделено? Потому что любой первый лекарственный препарат, который появляется, создается, испытывается, он называется оригинальным. Он является эталоном качества, безопасности. Понятно, что он будет более дорогостоящий. Но оригинальный препарат это тот препарат, который вообще впервые появляется на рынке. И в частности, если мы говорим про ацетилсалицилу и кислоту, то аспирин, вот этот байеровский, это, конечно, оригинальный препарат. Если мы говорим про препараты, которые у нас вот сегодня используются, пожалуйста, оригинальные препараты, например, периндоприл. Оригинальный препарат это престариум. Индопамид это арифон. Если мы говорим про бисопролол, пожалуйста, это конкор. Ну и так далее. Итак, идет поиск молекулы, исследуются на лабораторных животных. И затем наступает первая фаза исследования лекарственных препаратов. Она продолжается около полутора лет. Испытывается это на здоровых добровольцах. Все вы видите здесь на экране. И вот представим себе, создали препарат, ну давайте возьмем, допустим, периндоприл. Набираются 5-100 добровольцев. Все исключительно на добровольных началах. И испытывается, какая же дозировка периндоприла будет наиболее подходить для снижения артериального давления у пациентов. Берутся дозы, допустим, 1 мг, 2 мг, 4 мг, 5, 7,5, 10, ну и так далее. И тетруют эти дозировки у здоровых добровольцев. Изучают фармакокинетику. И результатом первой фазы является следующее, что дозировка, допустим, от 2,5 до 5 и до 10 мг является той, которая хорошо работает. И которая хорошо переносится пациентами. То есть нет каких-то сверхпобочных реакций. И при этом при этих дозировках достигаются определенные эффекты, которые нам нужны по снижению артериального давления. Дальше. Наступает вторая фаза. Когда есть понимание, какая доза работает. И набираются уже пациенты с каким-то заболеванием. И в нашем случае это будет гипертоническая болезнь. Теперь нам важно, что посмотреть, как доза 5 мг будет работать у пациентов с гипертонической болезнью. 200 пациентов в течение нескольких лет принимают дозу 5 мг. И что мы получаем? Мы получаем, что да, артериальное давление снижается. Снижается очень хорошо. Есть определенные изменения по, допустим, гипертрофии левого желудочка и так далее. Потом можно провести фазу 2b. Посмотреть, как сравниваются разные дозировки лекарственных препаратов. Например, возьмем дозу 5 мг и 10 мг. И сравним вот эти две группы людей как лучше. И окажется, что может быть при дозе 10 мг инсультов будет меньше, инфарктов будет меньше. Давление будет лучше контролироваться. Это вторая фаза. И причем все вот эти мысли о том, что доза лучше 5 мг или 10 мг, это чисто гипотетический пример для того, чтобы было просто понимание того, как происходит исследование лекарственных препаратов. И вот теперь третья фаза. После этой фазы препараты выводятся на рынок. Что такое третья фаза? Это когда в течение многих лет, ну вот видите 3-6 лет, мы участвовали в одном из исследований с 2009 по 2016 год. Это получается 7 лет, да? И в третьей фазе оценивается то, как правило, насколько лекарственный препарат за длительное время его приема способен улучшить прогноз. То есть, имеется какая-то базовая схема лечения данного заболевания. Допустим, каптоприл. И появляется периндоприл. И вот мы сравниваем каптоприл с периндоприлом. В сравнении, что лучше? Ну понятно, что таких исследований нет. Это чисто вот мои фантазии. И вдруг вот окажется, что количество инфарктов, инсультов и вообще продолжительность жизни на новом созданном лекарственном препарате будет лучше, чем на том, что было. После третьей фазы лекарственный препарат поступает на регистрацию с определенным показанием. То, ради чего его испытывали в этой третьей фазе. И в дальнейшем начинается уже его масштабное производство во многих странах мира. Ну и одним из вот таких вот интересных исследований третьей фазы, которая завершилась относительно недавно, это было исследование парадигм, в котором волсертан сокубитрил снизил смертность сердечно-сосудистую по сравнению с ингибитором АПФ на 20%. У пациентов с низкой фракцией УРОСа меньше 40%. И для того, чтобы понимать, насколько этот процесс сложен в создании лекарственных препаратов, вот вы видите, от разработки концепции до выхода препарата на рынок может проходить до 12 лет. Это самый один из оптимальных сценариев. И фармацевтическая компания тратит в среднем 1 миллиард 250 миллионов долларов США. И знаете, даже вот если вдруг сейчас получить вот этот миллиард и 250 миллионов долларов США, вот там, не знаю, в каком-то чемодане, давайте создадим лекарственный препарат, это будет почти невозможно, потому что лекарственные препараты создаются исторически, изучается патогенез заболеваний. Кто-то находит рецепторы, кто-то предлагает какую-то химическую субстанцию, кто-то эту химическую субстанцию создает, кто-то ее стабилизирует, кто-то ее получает. То есть это настолько сложно, что обладая вот этим чемоданом с этим миллиардом, мы, к сожалению, не сможем создать лекарственный препарат. Нужен симбиоз биохимиков, фармакологов, патофизиологов и так далее. Поэтому, конечно, к созданию новых лекарственных препаратов причастны фармкомпании с огромной историей, с огромным прошлым. Итак, четвертая фаза. Препарат уже на рынке. И это так называемое постмаркетинговое исследование. Это различные кандидатские диссертации. Изучается влияние препарата на различные возрастные группы, на этнические группы и так далее. Ну вот одним из примеров очень интересного исследования, данные которого были опубликованы еще в 2009 году. Это исследование Хайвет, когда пациентов старшей возрастной группы, это пациенты старше 80 лет получали лечение эндопамидом, арифоном ретард в сочетании с периндоприлом. И вот посмотрите, что получилось. То есть общая смертность снизилась на 21%. Ну и все эти графики вы видите. Вот, пожалуйста, еще данные по этому исследованию. А общий-то посыл следующий. Почему это четвертая фаза? Потому что препарат эндопамид уже был на рынке, арифон ретард уже был на рынке. И дополнительно показали, как препарат с показанием гипертоническая болезнь способен снижать смертность и какие-то другие точки у пациентов старшей возрастной группы, старше 80 лет. И это прекрасно получилось. Кстати, по всем исследованиям, если вдруг вас интересует какой-то лекарственный препарат и какие исследования у него были, пожалуйста, есть вот этот сайт. Там можно вбить интересующий лекарственный препарат и посмотреть, какие исследования завершились, какие были фазы, положительные ли были исходы этого исследования или отрицательные, потому что не так все гладко. Очень многие исследования заканчиваются, не показав чего-то выдающегося. И в итоге что мы получаем? В ходе вот этих исследований получается оригинальный препарат. Он проходит все исследования. Он отвечает всем требованиям доказательной медицины. И потом на этот лекарственный препарат существует защита патентная в Евросоюзе. 10 лет в России, 20 лет. Ну и после истечения вот этой его патентной защиты появляются дженерики, генерики, ну тут как угодно можно называть. Это препараты копии. И допуск их на фармацевтический рынок, ну в частности России, он определяется по данным фармакогенетики. Что такое фармакогенетика? Это всасывание и распределение препарата через кровь. То есть нужно, чтобы вот эти кривые не отличались больше, чем на 20%. Ну и в итоге, что мы получаем? Оригинальный препарат, он имеет всегда более высокое качество. И высокое качество порождает его более высокую эффективность. Более высокая доказанность обеспечивает более высокую безопасность. Ну и однозначно будет более высокая цена. Если мы говорим про дженерики, то априори это менее высокое качество, соответственно менее высокая эффективность, менее высокая доказанность, поэтому менее высокая безопасность, ну и соответственно менее высокая цена. Теперь давайте пройдемся по номенклатуре. Вот смотрите. У нас есть международное непатентованное номинование, это будет периндоприл. Далее, компания-производитель оригинального препарата, та, которая впервые создает, имеет право вообще назвать его и периндоприл, может быть по-другому даже можно называть. Это право производителя. И право производителя дать ему свое название, ну вот в частности Престариум А. И потом от оригинального препарата разные производители уже производят другие препараты, это уже дженерики, ну и так далее. То есть есть международное непатентованное наименование, так называемое МНН, есть торговое наименование, но оригинал он всегда один. Как узнать все-таки оригинальный препарат или дженерик? Ну в первую очередь это, наверное, вот такая историческая любознательность. Мы планируем, кстати, создать ролик о том, такой обзорный ролик вообще, какие препараты являются оригинальными по всем препаратам, которые используются сейчас в нашей стране, работа мы над этим ведем. Вот, пожалуйста, есть такой сайт, сайт drugs.com. Там можно вбить международное название, посмотреть, кто его впервые зарегистрировал. Можно посмотреть на вот этом сайте, вбить тот или иной препарат по международному названию и посмотреть, какая фармкомпания является спонсором данного исследования, особенно исследование первой и второй фазы. Это покажет все-таки, какая фармкомпания производит и какой препарат таким образом первым появился на фармацевическом рынке. Вот, но также более удобен вот сайт drug bank. Это канадский сайт, там тоже можно вбить международное наименование. И вот, например, если мы вобьем слово периндаприл, есть там вкладка упорядочить препараты по началу маркетинга. И, в частности, мы видим, что это 1994 год, это компания Servier. Это были таблетки для перорального использования. И, в частности, препарат назывался Коверсил. Ну, так он назывался в Соединенных Штатах Америки. Далее можно зайти на сайт компании-производителя, посмотреть историю и в итоге выйти на то, как препарат был создан. Ну, на самом деле, вы знаете, это целый детектив. И иногда приходится потратить 2-3-4 дня на поиски вот именно той компании, которая вывела этот препарат на рынок. Потому что там есть разные нюансы. О них мы сейчас не будем разговаривать. Ну, и, в частности, любая компания в разных странах может давать названия своим препаратам совершенно разные. Если мы говорим, допустим, про оригинальный, вот тот же самый периндаприл в Соединенных Штатах Америки, он называется Коверсил. В России называется Престариум А. Например, Тикагрилор, да, антиагрегант. В Евросоюзе продается под названием Бриллик. А в России продается под названием Бриллинта. Или, допустим, Индопамид. Вот оригинальный Арифон Ретард. Это Индопамид. Вот он так называется в России. Ну, и в Соединенных Штатах, например, он продается под брендом Натрилликс СР. Ну, вот такие дела. Теперь по поводу вот этой последней строчки. Очень часто мы делаем выбор в пользу либо оригинального, либо дженерикового препарата на основании вот этого последнего пункта, что да, дженерики более доступны, и в этом несомненно их преимущество. Вот. Но, так или иначе, мы должны всегда с нашими пациентами обсуждать приемлемую стоимость лечения, потому что она не всегда будет определяться сной препарата. Внизу указаны пункты того, что может еще определять стоимость лечения. И вот, посмотрите, в сайт Бережная аптека, вот сегодня я посмотрел стоимость препаратов, пожалуйста. Возьмем оригинальный Налипрел А-Форта комбинация. Индопамид, Аспирин, Априлон стоят 630 рублей. Дженерик стоит, ну, допустим, та же самая Коперинева, стоит 510 рублей. Но разница, может быть, не такая большая. Вот. Вопрос в том, насколько наши пациенты готовы потратить свои средства. У кого-то, может быть, их достаточно, у кого-то недостаточно. Но я считаю, что эти вопросы нужно обсуждать пациентам. Если пациент способен по финансовым соображениям покупать более качественный препарат, наверное, стоит отдать предпочтение оригинальному препарату. Или еще один пример, пожалуйста. Мы говорим о фибрилляции сейчас предсердий. Традиционно нам нужно назначить антикоагулянт. И самый такой испытанный, самый старый дешевый препарат, это будет Варфарин. Цена использования около 100 рублей. Но, посмотрите, нужно контролировать МНО один раз в неделю, добиваясь МНО 2-3. Не всегда удается держать МНО в районе 2-3. И видите, ТТР, вот индекс, даже при идеальном лечении будет, ну, где-то 65, может быть, в реальной практике будет меньше. Ну и что у нас порождает вот эта нестабильность МНО, которую вы прекрасно знаете. Необходимо более часто посещать врача, ездить, сдавать МНО, ну и так далее. Что в итоге получается? Сдать МНО, ну, если мы говорим про платный прием, да, то есть это 350-350 рублей. Приехать, сдать МНО из района, допустим, нужно приехать на автобусе, купить билет, туда-сюда, пускай это будет 400 рублей. В итоге, вот представьте, вы получаете Варфарин, у вас колебания МНО, и вы ездите туда-сюда, в больницу, дом, тратите деньги на лабораторные тесты, тратите деньги на билет, и в итоге вот сколько набегает? Ну, билет плюс контроль, еще стоимость посещения врача, ну, я так думаю, может быть, набежит до 2000 рублей, может быть, даже и больше. В итоге, вот, пожалуйста, появление новых антикоагулянтов, таких как Апиксабанда, Бегатран, стоимость, да, изначально высокая, но не нужно контролировать МНО, и не нужно ради МНО ездить к пациенту. И вот когда вот эти вещи мы обсуждаем с пациентами, многие-многие соглашаются на прием более современных, но и более дорогих препаратов. Ну, кто-то остается на варфарине, выбор всегда за пациентами, и мы должны это с ними обсуждать. Итак, небольшой вывод из того, что было сказано ранее, что однозначно, когда мы используем качественные и безопасные, и удобные препараты, да, они, может быть, более будут дорогие, мы на следующих приемах, при следующем приеме с нашими пациентами будем обсуждать, как у них все хорошо, а не как у них плохо. Вот самая главная мысль, которую хотелось бы донести. Дальше. Современная таблетка, это не только действующее вещество, да, вот, которое у нас содержится, это еще различный сурфактан, дезинтегратор и так далее, и так далее, плюс наполнитель. И каждая фармкомпания создает свою таблетку из своих компонентов. И дженериковые препараты, они покупают лицензию на производство только действующего вещества. И таблетки, ну, как бы, а уже форма таблетки, ее форма, вот этот выпуск, наполнитель, сурфактант, система растворения, это уже запатентованные, ну, как бы, тайны производства оригинальных препаратов. Так вот, каждый производитель оригинальных препаратов имеет свою таблетку. И она совершенно отличается от таблетки препаратов дженериков. И вот, посмотрите, даже тот же самый, вот, амоксицелин в форме флимоксин-салютаб имеет биодоступность, например, 95%, а амоксицелин в таблетках без вот этой системы доставки салютаб имеет биодоступность 70%. Ну, понятно, что теряется 25% препарата, а антибактериальные препараты, это очень важные препараты, и будет потеря эффективности. Ну, и вот, знаете, тоже такой пример, конечно, не из медицины. Вот возьмем Apple MacBook Pro. Цена вопроса примерно 250 тысяч рублей, и работает удивительные, удивительных 11 часов. Своя система, своя программная среда, свой экран, и вот это сочетание процессора, винчестера, оперативной памяти и программной среды позволяет сбалансированно использовать ресурсы. И вот, пожалуйста, 11 часов. Точно такой же компьютер, допустим, фирмы MCI, один из последних, это вот он только-только сейчас начал продаваться в России, такие же аппаратные характеристики, то есть такой же процессор, такая же оперативная память, такой же жесткий диск, но Microsoft Windows, который в нем устанавливают, не позволяет оптимально использовать ресурсы системы. И, пожалуйста, всего лишь 6 часов работы. Вроде бы одинаковые компьютеры по составу, да, а время работы разное, так и у лекарственных препаратов. Как осуществляется создание, вернее, даже не создание, а исследование лекарственных препаратов в нашей стране? Любая больница может проводить исследование лекарственных препаратов, самое главное, получить свидетельство об аккредитации на право проведения вот этих вот исследований. Их выдает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Самое главное, чтобы лечебное учреждение соответствовало определенным критериям, то есть было определенное лабораторное, диагностическое оборудование, был определенный коечный фонд и так далее. Мы получили первое наше свидетельство в 2011 году. Сейчас мы в 2016 году его продлили и имеем, в общем-то, аккредитацию на все четыре фазы исследований. Вот скан нашего свидетельства. Вот, пожалуйста, первая, вторая, третья, четвертая фазы можем заниматься, но в силу обстоятельств нам не доводилось никогда участвовать в первой фазе и во второй фазе исследований, но в третьей фазе и в четвертой фазах мы участвуем с 2009 года и буквально вкратце о том, как это происходит. Итак, в любом исследовании участие наших пациентов исключительно добровольное. Всегда выдается информационный листок, что за исследование, в чем его плюсы, в чем его минусы. И пациенты традиционно изучают его несколько дней. Это такой документ, ну, где-то 20 страниц, бывает 30 страниц, бывает и 40 страниц. Все внимательно изучают, мы с ними обсуждаем, задают вопросы и в итоге подписывают данное согласие, тем самым попадая в данное исследование. Чтобы включить пациента в исследование, конечно, нужно выполнить все критерии включения. В исследовании, вот последнее исследование, в котором мы участвовали, критерия включения было 7 пунктов, на одной странице они были описаны 12 кеглем. Это очень трудно найти, во-первых, пациентов. А вот критерии исключения, то есть те критерии, по которым нельзя включать, это 33 пункта, 4 страницы, 12 кеглем. В общем, все очень сложно. Вот, все пациенты входят в какой-то вводный период исследования до рандомизации, где есть возможность посмотреть, как работает новый лекарственный препарат в сравнении с каким-то традиционным препаратом. Ну, допустим, вот берем какой-нибудь энолоприл и берем инновационный препарат. И вот смотрим, пациент, допустим, 2 недели идет на энолоприле, потом переключается на новый препарат 2 недели, а потом, если подразумевается комбинированное исследование, допустим, энолоприл плюс новый инновационный препарат. И до уже рандомизации пациента у нас появляется возможность посмотреть, как он переносит классическое лечение, как он переносит инновационное лечение, как он переносит комбинацию инновационного лечения с классическим. Это очень важно, потому что многие пациенты на этапе этого могут выбыть из протокола. Затем происходит рандомизация, она, как правило, идет через компьютер без участия человека. Ну и затем пациенты в течение нескольких лет участвуют в исследовании. Дальше, в течение всего исследования мы регистрируем различные серьезные нежелательные явления, вот они указаны на экране, и также регистрируются различные несерьезные нежелательные явления. Сюда относится все. Заболела голова? Учитываем. Пишем отчет. Стали выпадать волосы? Учитываем. Появилась тошнота? Учитываем. Не знаю там, ну вот все, что пациент отмечает, мы учитываем, протоколируем, отправляем в специальный центр, который занимается сбором этой информации, и так делает весь мир. Дальше заканчивается исследование, анализируются его результаты, публикуются в ведущих мировых журналах, далее препарат регистрируется и попадает уже, начинает производиться, попадает в наши аптеки. Вот поэтому создание лекарственных препаратов – это очень сложный путь, вот как эта горная дорога.